ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Центральный банк проверил два десятка ведущих страховых компаний на предмет доступности электронного полиса ОСАГО. Нарушения были выявлены у всех фирм. Конкретные примеры озвучил зампредседатель управления банка Владимир Чистюхин. Это отсечка клиента по возрасту, отказ системы тем, кто ранее был застрахован в другой компании, или требование оплаты только определенными сервисами. ЦБ выдал страховщикам предписание об устранении этих барьеров. ТРАССА СТО ОДИН Введение электронных паспортов транспортных средств решено отложить, предположительно, на 1-2 года. Ранее сообщалось, что новшество будет внедрено с 1 июля 2017-го. Но недоработок, как выяснилось, выше крыши. Цель же прежняя – постепенно заменить бумажный ПТС цифровыми. Доступ к паспорту своего автомобиля и только своего гражданин получит после регистрации в специальной системе. А сотрудникам ГИБДД будет доступна вся база. ТРАССА СТО ОДИН Перевести в электронный формат предлагается и диагностическую карту автомобиля. Причем она будет связана с системой ГЛОНАСС. Суть в следующем. Машину, оборудованную ЭРО ГЛОНАСС, прикрепят к конкретному пункту ТО. Если выяснится, а спутники не могут не выяснить, что автомобилист не явился туда в назначенное время, ему выпишут штраф. Цель – борьба с нелегальными сервисами и пунктами техосмотра. ТРАССА СТО ОДИН Жительница Уфы, владелица автомобиля, умудрилась за три месяца нацеплять 318 штрафов за нарушение ПДД. То есть в среднем по 3-4 штрафа в день. Общая сумма взыскания достигла 170 тысяч рублей. Рассчитываться с государством женщина не хотела, поэтому ее постигла участь всех неплательщиков. Визит судебных приставов, которые машину должницы арестовали. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101